Всем бокс, братва! С вами Рома Михайлов, YouTube-канал Всембокс. Уже на этих выходных, в ночь, с субботы на воскресенье, в Вегасе нас ждет просто грандиозное боксерское шоу, где в главном событии вечера встретятся Василий Ломаченко и Дэвин Хэйни. И это не просто бой, а бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. В дивизионе, который, на мой взгляд, сейчас является одним из главных по подбору бойцов дивизионов во всем мировом боксе. Причем не только в профессиональном, но и в любительском. Другое дело, что там это уже ближе к 63 килограммам, но речь сейчас не об этом. Этот великолепный бой с великолепными комментариями, хорошей картинкой и абсолютно бесплатно вы можете посмотреть в телеграм-канале Всембокс. Ссылка в описании. Друзья, я вас там на грядущих выходных очень-очень жду. Но что за забой нас ждет и что же в нем такого уникального? Кроме того, что встречается самый молодой абсолютный чемпион мира по боксу Дэвин Хэйни и один из самых титулованных и успешных боксеров-любителей Василий Ломаченко. Двухкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, обладатель кубка Вэлла Банкера и чемпион неоднократный в профессиональном боксе, который всего лишь за три боя завоевал свой первый пояс. И вот, наконец-то у него появился шанс подраться за Абсолюта. Хочется сказать сразу о мотивации Василия. Почему? Почему он сейчас должен быть так мотивирован, как никогда, друзья? Хотя в его карьере уже, казалось бы, было все. У него было все, но не было боя за Абсолюта. Он дрался в первом полулегком весе изначально. Но, как говорит его менеджер Эггис Кримас, они не имели никакой возможности там объединить пояса. А Вася, как только пришел в профессиональный бокс, сказал сразу, что должен быть один чемпион. Это старая школа. В каждом весе должен быть один чемпион. И если у тебя один пояс, то ты не чемпион. Надо сразу четыре. Они перешли во второй полулегкий вес. И там тоже не удалось организовать бои за Абсолюта. И вот в легком весе, наконец-то, предоставился Вася такой шанс. Шанс, который сам Вася называет своим последним шансом. Шанс, который, я уверен, мотивирует его в этом бою как никогда. Ну а что же мотивирует молодого чемпиона Дэвина Хейни? Кроме того, что не потерять свои пояса. Кроме того, чтобы победить Василия Ломаченко. Который бесспорно является сильнейшим противником во всей его боксерской карьере. А Хейни хочет быть наверху паунд фо паунда. Он хочет, чтобы все признали, что он не просто лучший, а лучший среди всех весовых категорий. Он хочет для этого побить Ломаченко. И считает, что после этой победы на верхушке паунд фо паунда никого не будет вместо, кроме него. И мало того, он обещает деклассировать и избить Васю так, чтобы для всех показалось, что это была его легкая победа. Но станет ли эта победа для него легкой? И будет ли вообще эта победа? Это вопрос другой. Букмекеры дают этот бой, как вы думаете? Как? Полтора на три в преимущество, преимущество Дэвина Хейни. Это что, ребята, нам говорит? Это говорит то, что впервые за всю свою карьеру Василий Ломаченко выходит в ринг андердогом, аутсайдером. Понимаете? Впервые в своей карьере. Вы думаете, это не мотивирует Васю? Вася в последнее время говорит, что он провел большую работу над собой и победил свое эго. Но мы все знаем, кто такой Вася. И действительно, ему есть чем раздувать свое эго. И есть причины его эго быть просто необъятным. И оно у него было всегда. И на мой взгляд, что бы он там ни говорил, это затрагивает его эго. Это трогает его. Его трогает то, не то, что даже у него влияют букмекеры, а то, что на самом деле боксерская, так скажем, общественность. Это кто? Это не просто фанаты бокса. Это боксеры, тренера, менеджеры, функционеры. Практически 90% из них говорит, что в этом бою победит Хейни. Да, общественность это в основном представляет США, но ведь США и является меккой мирового бокса. Вы вдумайтесь, Василий Ломаченко не просто аутсайдер по мнению букмекеров, а он аутсайдер по мнению подавляющего большинства людей из мира бокса. И причем людей из мира бокса, я вам скажу, не только лишь из США. Вы думаете, это не смотивирует Васю? Мне кажется, в последнее время Васе не хватало именно мотивации. Очень многое он в жизни видел, очень многого добился и сложно-сложно ему было мотивировать себя на какие-то бои после, особенно после Лопеса. На мой взгляд, было непросто. Непросто себя мотивировать уже дальше на продолжение. Но вот сейчас просто пробил в набат колокольный звон и Василий, Василий выходит, на мой взгляд, на главный бой своей профессиональной карьеры. Как это делает и молодой чемпион Дэвин Хэйни, молодой чемпион, который уверен в себе как никогда. 10 лет разделяет боксеров. В росте разница в 3 сантиметра. В размахе рук все 15. В весе, я уверен, что Дэвин Хэйни, учитывая, что это весовая до 61 килограмма, 235 граммов. На мой взгляд, Хэйни выйдет в ринг 70 минимум. 70 точно Дэвин будет в ринге на следующий день после взвешивания. Сколько будет Вася? Ну, я думаю, 63. 63. Потому что все-таки это не Васина весовая. Вася может боксировать гораздо ниже. Но он боксирует там, где лучшие бойцы. Он боксирует там, где можно объединить пояса. То есть, огромное преимущество в весе будет. И в габаритах, и во всем у Дэвина Хэйни. Именно на это преимущество, на то, что он молод, на то, что у него великолепный скил, но и у Васи великолепный скил. То есть, на молодость и на преимущество в габаритах делают ставку те, которые говорят, что все-таки Дэвин Хэйни должен победить в этом бою. Не просто так придумали весовые категории. Не просто так, их так много в профессиональном боксе. Габариты, возраст на стороне Хэйни. Что на стороне Ломаченко? Нам нужно обратиться, безусловно, к прошлым боям. Оба бойца провели свои прошлые бои в октябре. И что это были за бои? Дэвин Хэйни, как и в октябре, как и за бой до этого, дрался с австралийским боксером Джорджем Камбососом Жориком. А кто такой Жора Камбосос, друзья? Жора Камбосос, это боксер, который победил Теофила Лопеса. Который нанес одно из двух поражений Василию Ломаченко. Это поражение было нанесено. Просто дважды подряд, дважды подряд, просто без каких-либо шансов на успех избил Дэвин Хэйни. Просто в одну калитку победил. Понимаете? А с кем дрался Вася в прошлый раз? И как это его? То есть, Дэвин Хэйни за свои прошлые несколько боев заслужил просто твердую пятерку, если не десятку. Понимаете? С кем дрался Вася? Вас, Вася дрался с молодым великолепным проспектом Ортисом. И вы помните, что это был за бой? Это был очень близкий бой. Это был такой близкий бой, что никто не мог ожидать, что он может быть вообще настолько близким. Очень непросто было Вася в этом бою. В этом бою был легковес Ортис, который был больше Васи. Который был тяжелее Васи. С которым Васе было очень сильно тяжело. И на мой взгляд, именно потому, что Вася провел слабо бой с Ортисом, вся команда Дэвина Хэйни поняла, что вот сейчас именно этот момент, чтобы подраться с Васей. То есть, именно после этого боя они поняли, что вот сейчас или никогда. Но какой Вася будет в этом бою? Вася должен быть в этом бою на три головы сильнее, чем в бою с Ортисом. С точки зрения стратегии, может быть, можно было бы придумать даже такой хитроумный план изначально, чтобы так плохо отбоксировать с Ортисом. Чтобы они согласились на бой, чтобы они сидели с улыбкой. Дэвина Хэйни с папой, да. Дэвина Хэйни, как и Васю, тренируют с детства папа. И это тоже очень-очень интересно. Они сидели с папой, улыбались, они понимали, что они видят, как победить Васю. И что же сделал Ортис в том бою? Великолепная работа джебом. Постоянное смещение за переднюю ногу. И когда Вася прорывался на ближнюю дистанцию, жесточайшая силовая работа. И эту работу может показать Дэвин Хэйни. Эту работу Дэвин Хэйни может сделать лучше, чем Ортис. У Дэвина Хэйни великолепная передняя рука. Великолепная передняя рука. Но нужно ей только работать. Но это уже вопрос другой. Это уже вопрос совершенно другой. И мы переходим с вами к статическим рисункам этого боя. Что ждать от боксера, от одного, от второго? Что делать? Что вообще ожидать? Безусловно, на мой взгляд, первое, что я хочу сказать. Вообще прогнозируя, кто там, что там в этом бою. Кто там на самом деле победит. И кто имеет больше шансов. Друзья, вот я вам скажу честно. Адекватный ответ на это. Вот сейчас можно сказать что-то. Но вот адекватно можно будет ответить на этот вопрос после первого раунда. Потому что, на мой взгляд, первый раунд нарисует все, что будет дальше. Будет уже ясно, как будет проходить этот бой. Потому что именно в первом раунде, если Дэвин Хэйни хочет конкретно победить, он должен начинать жестко работать. Сразу же. Потому что Вася, начиная от боя с Лопусом и заканчивая последний бой с Ортисом, вот эти два боя возьмем, отвратительно проводил начало боя. С Ортисом, с Фингалом вернулся после первого раунда уже. То есть проваливал начало боя Вася. И вот именно зная то, что Вася проваливает начало боя, надо включаться. Надо включаться Дэвин Хэйни и жестко работать. Не выключать свою переднюю руку. Контролировать дистанцию. Пользоваться, пользоваться своими габаритами. Показывать бокс на дистанции. А когда Вася будет попадать в ближнюю дистанцию, работать очень жестко. Работать очень сильно. То есть показывать реальный силовой бокс. Потому что количество, количество это работа Вася. Но вот жесткость, это должна быть работа Дэвина Хэйни. Что касается Васи. Что касается Васи. Ребята, Васе уже 35 лет. И тот стиль бокса, который показывает Василия Ломаченко в ринге. Он очень сильно завязан на функциональную подготовку. Очень сильно. С детства папа его совсем не щадил. Не щадил его, не щадил того, кто были в сборной тогда. В великой сборной Украины. Тогда, когда был Усик, Гвоздик, Ломаченко, Беренщик. Та сборная. Там не щадили никого. Понимаете? Там выжили сильнейшие. И такая длинная карьера у Васи. И вот опять же, зная то, что у каждого мужчины в период с 30 до 40 лет наступает перелом. Когда ты становишься уже не тот. По реакции, по скорости, по функционалке. Дошел ли до этого, так скажем, уже отметки Вася. Учитывая еще, насколько он сильно изнашивал себя. Это вопрос, на который скорее можно дать положительный ответ. Но при этом, мы помним последний бой Васи с Ортисом. И последние раунды 4 он забирает в одну калитку. Он поздно включился там, как и в бою с Лопесом. Но он забрал. На мой взгляд, чтобы рационально продолжать карьеру, безусловно, Васе стоило меняться. И стоит меняться. Как это делали Майвезер, Хопкинс. Как это делали все, кто боксировали долго. Они с возрастом меняли свой бокс. Но хочет ли Вася боксировать долго? На мой взгляд, нет. Создается такое впечатление, что Вася наелся. Что он хочет стать абсолютом. Он действительно хочет стать абсолютом. Но он не заглядывает, чтобы через год, 2-3-5. Сомневаясь, что Вася видит свою карьеру там 40 плюс лет. Так что здесь и сейчас, здесь и сейчас, я уверен, что Вася максимально функционально подготовится к этому бою. Просто максимально. То есть все, что он может выжать из своего организма, он из него выжмет. Потому что вариантов у него других нет. Потому что в этом бою должен быть самый настоящий Василий Ломаченко. Лучший Василий Ломаченко, которого можно представить на данный момент. Потому что вся его боксерская IQ, вся его техника, она вся при нем. Менять ее он не будет. Чтобы сохранить ее, ему нужна эта подготовка. И он даст себе эту подготовку. И именно в жесточайшей функциональной силе. То есть не в силе жесткости, мощи, как у Хейни. А именно в возможности просто смывать своими атаками. Дать такой темп, такую нагрузку. Что соперник отказывается от продолжения боя. В этом смысл Васи. Вася очень сильно может перегрузить мозг противника. Потому что огромное количество микродвижений, которые он делает. Без остановки двигаясь, туда-сюда. Огромное количество работы с разных углов. Даже опытного боксера очень-очень сильно грузит мозг. И ему нужно загрузить мозг Хейни. Хейни никогда не дрался с такими, как Вася. Вася дрался с любыми. И Васе надо очень сильно загрузить. Очень сильно загрузить. Очень чисто сработать. На ближней дистанции забирать все, что он может. И я знаю, что если Вася будет лучше в своей форме, то Вася может. Вот Вася может. Как бы в него не верили. Что бы там ни говорили. Но вы не забывайте, кто это. Это Василий Ломаченко. И для него это бой, это решающий бой во всей карьере. Одно дело сейчас получить третье поражение при 17 победах. А другое дело стать абсолютом. Это разговор о наследии. Вот этот бой, вот этот бой. Это разговор о наследии. Именно о наследии. И он с двух сторон идет о наследии. А не о деньгах. Как тот бой, который не состоялся в апреле. Где пошло 30%, 40%. Понимаете, разговоры о деньгах изначально были. Здесь не было разговоров долгих о деньгах. Здесь речь идет о наследии. И поэтому я ожидаю, что Василий Ломаченко удивит. Василий Ломаченко очень удивит. Но удивит ли Дэвин Хейни? Дэвин Хейни, станет ли он лучше, чем в бою с Джорджем Камбоссовым? Или хватит ему того, что у него было с Джорджем Камбоссовым? Здесь вопрос того, кто начнет. Поэтому я говорю по первому раунду. Кто начнет контролировать линд? Кто начнет показывать свой бокс? Кто начнет показывать свой бокс? Кто заставит соперника танцевать под свою дудку? В этом очень большой вопрос. У Дэвина Хейни, я сказал о его скиллах, у него есть все. Он может это сделать. Может это сделать со многими. Но сможет ли он это сделать с Василием Ломаченко? Это зависит от Василия Ломаченко. В этом бою все зависит от Василия Ломаченко. Понимаете? Хоть он и в этом бою андердог, но от него зависит. Именно от того, в какой форме будет Василий Ломаченко, зависит, как пройдет этот бой. Василий Ломаченко был в нокдауне. Дэвина Хейни очень жестко бьет. Поэтому нужно быть крайне сконцентрированным, крайне внимательным. Но Василий сам это все знает. Лучше нас всех вместе взятых. Это знает его папа. Он знает, в какой он форме. Как он пойдет к этому бою. И то, что мы сейчас судим, обсуждаем, все равно, друзья, надо понимать, что мы-то смотрим на ситуацию со стороны. Мы не знаем, что в лагере. Мы не видим эти спарринги. Мы не знаем, как чувствуют себя бойцы. Мы не знаем, в каком они состоянии подойдут к главному бою. Своей карьеры, возможно. Мы этого не знаем. И, возможно, они этого не знают. Они это узнают за день до боя, в день боя. Профессиональный бокс случится может все, что угодно. Но что случится точно, это с субботы на воскресенье в телеграм-канале Всем бокс. Мы с вами в прямом эфире увидим историю, настоящую историю бокса. Которая будет написана двумя великолепными спортсменами. Самым молодым абсолютным чемпионом в истории бокса. И одним из самых успешных боксеров-любителей. Это будет просто незабываемо, друзья. Приходите. Я вас буду там ждать. Ну а главное, ребята. Любите бокс. Смотрите бокс. Занимайтесь боксом. Всем бокс. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok